здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор книги голос и ничего больше младена доллара чуть раньше на канале уже выходили отзывы на труды люблянской школы психоанализа которая была основана как раз младеном долларом и славоем жижиком мы с вами разбирали книгу славоя жижика как наслаждаться посредством другого и мульти культурализм мы с вами разбирали коллективный труд младена доллара бажовича и зупанчич а сегодня в этом видео я предлагаю остановиться на монографии собственно самого младена доллара голос и ничего больше это новая философски обоснованная теория голоса голоса как рычага мысли как одного из важнейших воплощений психоаналитического объекта плутарх рассказывает историю о человеке который ощипал соловья и обнаружив что еды у него мало воскликнул ты просто голос и ничего более выщипывать смысловые перья покрывающие голос демонтировать тело из которого кажется исходит голос сопротивляться песни сирен зачарованный голосом концентрироваться на голосе и не более того это трудная задача которую поставил перед собой философ младен доллар он неустанно продолжает свою плодотворную работу голос не фигурировал в качестве основной философской темы вплоть до до 1960-х годов когда дорида и лакана по предложили его в качестве центральной теоретической проблеме в книге голос и ничего больше доллар выходит за рамки идеи дорида о фоноцентризме возрождает и развивает утверждение лакана о том что голос является одним из главных воплощений психоаналитического объекта лакановского объекта а доллар предполагает что помимо двух обычных понимаемых способов использования голоса как носителя смысла и источника эстетического восхищения существует третий уровень понимания голос как объект который можно рассматривать как рычаг мысли он исследует предметный голос на нескольких различных уровнях лингвистики голоса метафизики голоса этики голоса с голосом совести парадоксальным отношением между голосом и телом политикой голоса и он тщательно исследует использование голоса у фрейда и кавки в этой основополагающей работе доллар дает нам философски обоснованную теорию голоса как лакановского объекта причины давайте остановимся на содержание этой книги а потом продолжим наш обзор далее сейчас я открою содержание в русскоязычном издании а она выходит вот в таком твердым переплете нарисованы звуковые волны ну или что-то похожее на звуковые волны на обложке обложка изначально абсолютно белая но поскольку я читал эту книгу соответственно эта обложка уже немножко за заляпалась ну что и понятно а если эта книга будет дальше ходить по рукам если кто-то еще захочет ее почитать и взять у меня то со временем обложка будет желтой впрочем те кто читает книги часто понимают как изнашиваются сами книги какая как изнашивается бумага сейчас она тоже абсолютно белая как изнашиваются обложки например у моих родителей есть библиотека в ней есть издание еще советского периода ярослава гашика о приключениях бравого солдата швейка один из томов обложка очень грязная и сами страницы они уже настолько выцвевшие уже настолько тонкие что боишься их переворачивать когда читаешь а издание гашика вышло в 1966 году то есть это уже прошло почти 60 лет с момента издания этих книг то есть видимо через 60 лет если эта книга просуществует столько видимо ее ждет такая же участь как и издание гашика однако возвращаясь к содержанию начинается с введение от виктора мазина переводчика младен доллар в котором подробно рассказывается о том кто это откуда он взялся почему он такой почему его интересуют именно эти темы я не буду останавливаться на личности младена доллара потому что про него вы можете прочитать если не в русскоязычной википедии то в на славянском языке на английском языке на французском языке с использованием google переводчика вы вполне можете осилить и прочитать биографию подробную младена доллара далее собственно сама книга введение кебела очи то есть какой прекрасный голос глава 1 лингвистика голоса голос и означающие лингвистика не голоса глава 2 метафизика голоса голос и присутствие короткое отступление в историю метафизики шофар глава 3 физика в кавычках голоса акусматическая составляющая голоса голос и влечение голос его хозяина глава 4 этика голоса голос демона голос разума голос сверх я глава 5 политика голоса вива в очи антиполитика голоса голос и буква глава 6 голоса фрейда щелчок и язык то есть язык но первая буква я заменена на и краткая а это как перевод термина ла лэнгвич когда к слову лэнгвич язык добавлено впереди еще слов ла ла лэнгвич молчание глава 7 голоса кавки одиссей мышь собака заключение в книге нет есть обширный список литературы который приводится в подстрочных сносках а не в конце книги как мы это привыкли в других изданиях продолжаем обзор этой книги младен доллар серьезный философ и его книга это отражает что он пытается сделать так это изолировать голос как отдельный объект для этого ему нужна психоаналитическая теория поэтому хотя психоанализ очень важен обычно находится на заднем плане информируя его обсуждение голоса в лингвистике политики этики и так далее к списку объектов унаследованных от фрейда лакан как известно добавил два новых взгляд и голос но взгляд быстро взяла вверх над другим над голосом как отмечает младен доллар похоже что все взгляды были устремлены на взгляд как в собственных работах лакана так и во множестве комментариев в то время как не все уши были открыты для голоса который потерпел неудачу чтобы добиться надлежащего слушания по словам алина бадью есть только тело и язык то голос это то что объединяет тело и язык однако голос не принадлежит ни тому ни другому голос это не часть лингвистики и он также не является частью тела он не только отделяется от тела и оставляет его позади но и не может находиться в нем а точка его происхождение структурно скрыта он исходит из зияющей дыры неописуемого места так что каждый выброс голоса есть по своей сути чрева вещания и младен доллар приводит вот такую схему два круга один из которых обозначает тело другой обозначает язык а между ними в пересечении голос но при этом голос не принадлежит ни телу не языку голос исходит из самой сокровенной сферы нашего существа но в то же время это ничто голос исходит из самой сокровенной сферы нашего существа но в то же время это нечто что превосходит нас он находится в нас самих больше, чем мы сами и представляет собой нечто запредельное в нашем самом сокровенном смысле. Голос разделяет со всеми объектами влечения топологический парадокс. Они, эти объекты влечения, расположены в сфере превосходящей тела. Они продолжают тело как нарост или аппендикс, но они также не находятся вне тела. Как уже выше я вам показывал, голос стоит на пересечении двух кругов, круга языка и круга тела. Это элемент, связывающий два круга вместе, но не принадлежащий ни одному из них. Это парадоксальное расположение, пересечение, пустота, превращают голос в нечто шаткое и неуловимое. Сущность, которую нельзя встретить в полной звучности недвусмысленного присутствия. Но это также и не просто недостаток. Чуть раньше я вам зачитывал название глав. В описании будут тайм-коды. Если вы забыли, можете обратно перемотать, послушать содержание книги. Первые три главы представляют собой попытку выделить голос как объект философского размышления. Если язык – это цепочка означающих, то голос – это невидимая, но материальная струна, удерживающая их вместе. Но что это значит? Вот на что доллар пытается ответить в этих трех главах. Следующие две главы исследуют голос в моральной философии и политической философии. Это интересные дискуссии. Что мы имеем в виду, когда говорим голос разума или голос совести? Что мы имеем в виду, когда призываем других иметь голос в политическом процессе, особенно если голос – это объект сам по себе, о котором редко задумываются? На эти вопросы доллар отвечает в этих главах. И в конце главы об этике голоса он приводит нам вот такую схему, еще одну схему из двух кругов. Но только в этом случае у нас два круга отвечают за субъект и другого. Другого, про которого мы говорили в книге «Славой Ажижико», «Как наслаждаться посредством другого». Тот же самый другой упоминается и в книге «Млада на доллар». И здесь он ставит в данном случае также голос на пересечении двух кругов – субъекта и другого. Последние две главы представляют собой размышления о голосе в психоанализе и творчестве Кавки. Обсуждение Фрейда вполне логично. Но почему Кавка? Это почему-то не проясняется. Стиль доллара весьма своеобразен. Очень часто страницы анализа проходят без основы, позволяющие понять их смысл. Но это дело вкуса. И каждый читатель должен определить это сам для себя. Одна из глав заканчивается тезисом Фрейда о том, что управление, психоанализ и образование – это три невозможных занятия. Доллар показывает голос в первом и втором из невозможных занятий, но совершенно игнорирует образование. Вместо этого он пишет, что для решения проблемы образования и голоса потребуется книга со многими длинными главами. Странно. Для решения голоса в политике нужна только одна глава, для голоса в психоанализе нужна одна глава, но для образования необходима длинная книга. Если мы снова вернемся к содержанию, то мы можем достаточно просто посчитать, сколько страниц было уделено политика голоса и голоса Фрейда. Пожалуйста. Политика голоса 234 по 271 страницу. Меньше 40 страниц. 37. А голоса Фрейда с 271 по 337. Это чуть меньше 70 страниц. 66. Так? То почему бы еще не добавить еще одну главу, пусть она будет еще 60 страниц про образование и голос. Голос образования или образование и голос, или как бы он сам назвал эту главу, пока он еще жив. Младен Доллар. Хоть он уже, скажем так, довольно-таки в возрасте человек, но он еще пока жив. Он еще может написать про образование и голос. Есть такой шанс. Но вряд ли он напишет. Это был обзор книги Младена Доллара. Но прежде чем закончить этот обзор, я еще раз хочу остановиться на одном важном моменте, о котором я уже говорил в предыдущих отзывах. В каких-то. Сейчас я уже не вспомню, в каком именно отзыве. Книга по языку очень тяжелая. Необходимо выделять себе отдельно 30-40 минут каждый день. Или как минимум 5 раз в неделю. Если вы не можете каждый день столько уделять. И погружаться полностью в текст, в концепции, которые пишет и описывает автор. Потому что если вы отвлеклись, или вы находитесь в шумном помещении, и вы не можете никаким образом этот шум заглушить, то многие мысли пройдут мимо вас. Важно иметь под рукой, отвлекусь, блокнот, в котором вы будете делать какие-то свои заметки. Вот я открыл сейчас специально, перед тем, как готовиться к записи отзыва. Это как раз заметки по Младену Доллару. То, на что упал взгляд. То, к чему хотелось бы еще потом вернуться. Еще раз. Перечитать это еще раз, когда я, допустим, прочитаю Младену Доллара о скупости. Или, опять же, он ссылается на Мишеля Шиона книгу «Звук», которая у меня есть, которую я пока не читал. Соответственно, уделять таким тяжелым книгам отдельное время находить это время. Полчаса, 40 минут, каждый день, но не менее пяти раз в неделю. Погружаться в этот текст. Находить в нем какие-то отсылки к тем текстам, которые вы уже знаете. Опять же, я нисколько не рекомендую начинать философию с этой книги. Найдите что-то более простое. Начните, если вы долгое время не читали, попробуйте начать с Роберта Низбета. Например. Попробуйте начать с чего-то более простого. Возьмите, если вы вообще с философией плохо знакомы, возьмите Александра Силаева «Философию без дураков», «Этику без дураков». Уже несколько раз были переизданы эти книги. Отзывы на них есть на канале. Книги Силаева вы можете легко купить на Озоне, на Литресе, на Лабиринте. Даже, возможно, в вашем городе в оффлайн-магазинах есть. А потом уже потихоньку, по мере накопления, даже Бодрияр будет проще, чем Ладен Доллар. Я думаю, что на этом я завершу теперь уже обзор этой книги. Мои советы по тому, как читать подобную литературу. Следующие отзывы обязательно последуют на другие прочитанные книги. На этом я с вами прощаюсь. Желаю успехов и до новых встреч.